Вот 7 лет прошло, он у меня начал разваливаться. Ольга Долгих, сирота, а еще одна многодетная мама. 7 лет назад ей в рамках федерального закона предоставили вот это жилье по улице Ветеранов. На сегодня дом находится в очень плохом состоянии. Помимо, что называется косметики, у нее провалился пол. То есть получается, сами видите, вот она провалилась. Естественно, если поднять вот эту доску, получается вот то же самое. Ситуация такова, что в любой момент один из маленьких жильцов этого дома может провалиться и в том числе получить травму. По словам Ольги, она обращалась за помощью в разные государственные органы, но безрезультатно. Знаете, в соцзащиту я обращалась, когда у меня третий ребенок родился. То есть у меня родилась Милана. Я поехала в соцзащиту и говорю, вот так и так надо делать ремонт. Они приехали, посмотрели, я все бумажки составила, все собрала. Собрали там у себя комиссию и мне на комиссии, то ли их заведующий, то ли кто-то там их не сказал. Пока, говорит, вашему дому не будет лет 10, когда он старый, уже будет, тогда, говорит, обращайтесь, мы вам поможем. Ну и в итоге они мне отказали. И вот 7 лет прошло и все. И вроде бы ситуация понятная, но есть несколько «но». Во-первых, Ольга Долгих юридически не является собственником этого дома. Жилье находится в так называемом социальном найме, где есть контракт, в котором прописаны все условия обслуживания помещения, в том числе производство текущего ремонта. Безусловно, наниматель обязан поддерживать в надлежащем состоянии жилое помещение, проводить текущий ремонт жилого помещения и, соответственно, производить оплату за жилое помещение и коммунальные услуги. То есть это все договоре прописано? Все прописано, все пункты прописаны. Данный договор, форма данного договора, она утверждена постановлением правительства. И положения, которые там определены, они также указаны в ЖК РФ. На сегодня у Ольги Долгих скопился большой долг по коммунальным платежам, который, по ее словам, мешает приватизации помещения, что тоже не является верным. Кроме этого, у этого дома есть гарантийный срок, и поскольку он является, по сути, муниципальным имуществом, то наниматель может и обязан просигнализировать в случае серьезных неисправностей наймодателю, то есть государству, об этих проблемах. В УКС и в администрацию по состоянию внутренних помещений не поступало никаких обращений. Поэтому, да, и нужно обратиться с заявлением, хоть в адрес УКСа. Мы выйдем на место, обследуем ситуацию. При необходимости составим дефектную ведомость и определим смертную стоимость работы. Определим затраты и будем предусматривать в дальнейшем для выполнения ремонта. Не могу сказать, будет ли это 2020 год, либо 2021, но шансы есть. Вот у тебя, смотри. Я сижу за верстаком, песни напеваю. Поскольку Ольга Долгих – многодетная мама, то она подпадает под категорию граждан, которые регулярно получают различную помощь от социальной защиты населения, в том числе и от благотворителей. Ольге Николаевне Долгих меры социальной поддержки оказываются всех уровней, предоставляются своевременно. В 2019 году Ольге Николаевне было выделено дополнительно две путевки бесплатные для оздоровления ее дочерей Анастасии и Светланы в детский загородный лагерь «Космос». В рамках проведения благотворительной акции «Вместе в школу детей соберем» традиционно оказывается помощь в виде одежды, в виде школьно-письменных принадлежностей. Дети Ольги Николаевны приглашаются на новогодние и рождественские праздники. Также в 2019 году Долгих Ольге Николаевне было благотворительно предоставлено двухъярусная кровать. Ольге Николаевне неоднократно оказывалась адресная помощь на ремонт. Из всех вариантов решения проблемы Ольга выбрала обращение к общественному объединению «Народный контроль». Это сообщество неравнодушных людей, которые жертвуют свое время, а иногда ресурсы на решение чужих проблем. Обратился Долгих Ольга ко мне по поводу того, что она не знает, как ей поступить с этим полом, потому что полтора метра глубина, дети маленькие. И она сама небольшая ростом, не дай бог ребенок упойдет, она даже сама его вытащить не сможет. И обратиться она даже не знает куда, что ей делать, как бы помощи у нее нет ни от кого. Сегодня на учете в полиции состоит 163 несовершеннолетних староскольца. И статистика говорит о росте количества преступлений этой категории лиц в нашем округе. В текущем году в МВД России по городу Старомо-Осколу зарегистрировано 79 преступлений, совершенных несовершеннолетними. Это на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Основная масса совершенных преступлений носит имущественный характер, то есть кражи. Их совершено в этом году 46, что на 10% больше, чем в прошлом году. Кто прав, а кто виноват, разбираться можно бесконечно потенциальными заложниками, а может быть и жертвой безразличия со стороны всех социальных институтов являются в первую очередь 6 детей. Сегодня они уже находятся в определенной зоне риска. А что будет завтра? Константин Симонов, Дмитрий Жуляков, Дмитрий Бортников. Специально для телеканала «Скользкое время». Специально для телеканала «Скользкое время».